Здоровки Амиго, рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на Звёздного Капитана. Аниматроник Пандории, жуткий братишка Фредди Фазбера. Погнали посмотрим. Аниматроники по имени Пандории. Я очень много видосов в ТикТоке видал, где этот аниматроник жуткий пожирает ребёнка. Довольно-таки жутковато. Главным отрицателем персонажа из короткометражки под названием Обнимашки, которая вышла в 2018 году и была частью на фестивале программы в честь Хэллоуина на стриминговой площадке Хулу. События короткометражки происходят во дворце пиццы Пандори, где готовят самую вкусную пан-пиццу. Для справки, пан-пицца это такая пицца, которую готовят в глубоком противне или специальной сковороде. Так вот, Пандори тут является главным действующим лицом своего предприятия. Его имя и морда используются в названии и логотипе пиццерии, а сам аниматроник развлекает детишек песнями и шутками. Совсем как его прообраза робота-аниматроники из сети американских семейных ресторанов Chucky Cheese. Довольно-таки, они реально очень жуткие в Chucky Cheese. Серьезно, что это? Что это за аниматроники? Они детей пугают, а они веселят. О! О, Димон! Димон! Серьезно, Димона что добавили? Нормально. Оказалось, серия игр «Пять ночей в Фредди» или «ФНАФ». А сейчас же давайте я вам расскажу о сюжете короткометражки «Обнимашки», а потом поговорим про разные интересности. Перед нами предстает пиццерия Пандори, в которой отмечает свой день рождения вредный мальчуган Эйден с мамой и своими друзьями. Также тут присутствуют сотрудники заведения, а вот посетителей почему-то нет. Этот момент мы обсудим чуть позже. Дети ведут себя отвратительно. Они орут, бегают где хотят, нарушают правила при игре в игровые автоматы, за победу в которых полагаются призы. Эйден как раз смог обманом собрать большое количество призовых билетов, которых с головой бы хватило, чтобы обобрать до нитки сувенирную лавку при пиццерии. Он подошел к администратору и потребовал у него представления от звезды заведения Пандори. Но мужчина сказал, что панда занят, у него обед. Мальчик возразил, что речь идет о роботе, который не умеет есть. Его всего лишь нужно подзаряжать. Но администратор запретил Эйдуну и его друзьям подходить к стенду с Пандори. В этот момент за праздничный стол принесли вкусненькую пиццу. И все ребятишки словно голодные бандерлоги. Что-то она не похожа на... Аааа, вот это сковор... Ну слушай, как-то это... По сути, по сути, то что в сковородке показывали, оно гораздо круче выглядело. Это больше похоже на... Такое и впичи можно приготовить, в принципе-то. Ломанулись ее жрать. Мужчина, не любивший беспорядок в своем заведении, побежал строить озорников в очередь. Он оттолкнул Эйдена, а тот успел стащить ключи от стенда с Пандори. Подойдя к пульту, мальчик включил представление. Отодвинулся занавес, и его глазам предстала огромная жирная панда. Пандори поприветствовал Эйдена и спросил, хочет ли тот увидеть представление. Паренек был не против, но панда ответил, что перед началом неплохо было бы сделать обнимашки. Именинник засомневался, но потом решил, что ничего плохого глупый аниматроник сделать не сможет. Он обнял робота, а тот схватил его своими лопищами и сильно сжал. В этот момент панда не начал меняться. Из лап выскочили длинные острые когти. Глаза поменялись на хищные и налитые кровью. А с лица сползла добрая маска. Под ней оказалось жуткое, уродливое существо. Оно раскрыло свою пасть и стало подтягивать к ней свою жертву. В этот момент за праздничным столом всем раздавали пиццу. Мать Эйдена стала звать своего сынка подкрепиться, но того нигде не было. Администратор понял, в чем дело, и ломанулся к стенду с Пандори. Он раскрыл занавес, а за ним стояла довольная панда в своем привычном виде. Казалось бы, что ничего не произошло, но тот мужчина услышал крики, доносившиеся из брюха робота. А потом он нашел и Эйдена, который уже начал перевариваться. Ну а теперь давайте чуть подробнее поговорим про самого Пандори. Большая часть информации будет взята из интервью с создателями короткометражки, которыми выступили Джек Бишоп и Джастин Нижм. Внешне в своем обычном виде. Панда Пандори довольно милое существо. Он поет и развлекает публику, но за добрым роботом скрывается демоническое чудовище. Владельцы пиццерии тоже думали, что перед ними обычный аниматроник, а когда узнали, что имеет дело со сверхъестественным роботом-людоедом, хотели от него избавиться, но у них ничего не вышло. Фирма-производитель отказалась принимать обратно свое испорченное изделие. А при полицейских Панда вел себя как обычное механическое устройство, не представляя угрозы. Выкинуть на улицу Пандори тоже не могло. Серьезно? А сломать не, не вариант? Сломать просто, сломать аниматроника вообще типа невозможно? Типа взять кувалду и раздолбить, черт побери, аниматроника? Не знаю, я может быть как-то что-то не понимаю, может быть что-то не знаю про аниматроников, но мне кажется, они должны поддаваться грубой силе, еще как. Ну серьезно? Пиццерия имела крайне дурную славу. Связано это было с тем, что с детишками тут частенько происходили несчастные случаи. Как я уже говорил, в заведении было почти всегда немноголюдно. Из-за этого цены были довольно низкими, что периодически привлекало не знающих людей, ищущих место для проведения праздника. Несчастные случаи были связаны, само собой, с Пандори. После того, как отдыхающим ребятишкам слишком большое количество сладкого ударяло по голове, они отправлялись творить всякие глупости. Самые смелые забирались к Панде и принимались его пинать и издеваться другими способами. Монстру только это и нужно было. Он нападал на своих глупых жертв и совершал нежные кусь-куси. Он редко кого-то убивал. Чаще всего все обходилось незначительными происшествиями, например, откусанными руками, сожранными ушами или недостающими боками. Пиццерия каждый раз выходила сухой из воды. Обоснование было простым, несоблюдение детьми техники безопасности. По своим способностям Пандори довольно силен в физическом плане. Из его железной хватки вырваться... Несоблюдение детьми техники безопасности? И если это не первый случай... Да вы серьезно? Не, ну ладно, ладно, хорошо, ладно, ладно, ладно. Я понимаю, что должна быть какая-то... Типа линейка из страшилок. Но она должна быть как минимум адекватно построенная. Типа, если очень много случаев травм детей происходит... Тем более детей, тем более детей происходит. А то и исчезновение или же серьезных травм. Таких как, не знаю, лишение руки там, да, ноги там, пальца даже на руке. Заведение давно бы уже бы просто бы... Заведение давно реально бы закрыли бы просто и все. Серьезно, его давно бы уже закрыли бы просто. Это невозможно. В свою огромную пасть он может спокойно засунуть подростка. Ну или его кусочек. Также монстр очень умный и хитрый. И может легко обвести свою жертву вокруг пальца. В своем обычном виде панда представляет собой смеси с тканей, меха и металла. Но когда он готовится жрать, то его тело меняется и обрастает плотью. Появляются когти и клыки. Да и в целом создается сложная анатомическая система с полным циклом пищеварения. Может показаться, что панду можно уничтожить огнеметом. Но создатели короткометражки отметили, что Пандори не совсем обычный аниматроник. Есть у него что-то демоническое, потому он может восстановить любые полученные повреждения. Возможно, поэтому его и держат в пиццерии по сей день. Это все на сегодня. Для справки, пан-пицца это такая пицца, которую готовят в глубокой... Поэтому его оставили в заведении, надежно приковав к платформе от... Ну, не знаю. Я, конечно же, еще тот скептик, и я практически ни во что не верю. Но, хорошо, придуманная история довольно-таки интересна. Ладно. Довольно-таки жутко. Не сильно. Прикованная какая-то панда, какая-то непонятная. И я бы ее раздолбил бы чем-нибудь просто, и все. Потому что никакой особ... Она жуткая, согласен. Она жуткая. Для жуткости она подойдет. Но не более. Не более. Что ж, ребята. Что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете. Будет интересно почитать именно про этого аниматроника. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok